Всем здарова, с вами Хирозен. Сегодня мы провожаем последний день зимы таким способом, как трифт на танке. Сегодня я для вас подготовил вот такой вот танк. Он вообще затюнингованный, можно сказать. Это конфигурация тюнинг. Сзади у него вот такие вот баллоны с нитрухой. Также выполнен он в зеленом цвете, ярком, чтобы видно было на белом фоне. Данную идею я заметил в комментариях. Мне написал об этом Вилмор, якобы подриптить на танке. Поэтому я решил все-таки, да, снять такой ролик, чтобы и запоминающийся был, и интересный. Жду от вас оценку в комментариях, понравится вам дрифт или нет. Ну а мы погнали. Давайте для начала вообще посмотрим, как этот танк заводится. Завели танк и давайте смотреть, как он пока что едет. Хорошо, едет он отлично. Также и дрифтит отлично, очень прям. Он бренированный, это хорошо, тоже огромный плюс. Поэтому мы не боимся его разбить. И смотрите, довольно хорошо дрифтит. Однако управлять им в заносе, скорее всего, будет очень и очень трудно. Потому что он как бы на гусеницах, это нифига не резина. Поэтому сцепление будет прям, можно сказать, плохое что ли. Хотя может наоборот, конечно. Ну ладно. В принципе, это тестовый дрифт. Потому что профессионально дрифтить на танке, конечно же, якобы никто не умеет, скорее всего, да? Да хотя хрен знает, может и умеют. Ну, хз. Это офигеть просто, им реально прям невозможно управлять. Ладно, давайте тогда починим. Сейчас попробуем разогнаться по прямой. В конце нажать ручной тормоз. Но однако я уже в занос вхожу. Хотя я не хотел. Офигеть. Это просто имба. Просто загорелся и все. Значит, баг, да? Да, походу баг, потому что красным горит он. Хорошо. Не думал я, что настолько прям сложно им дрифтить. Да и лучше плюс ехать, наверное, да? Его прям вообще ультра заносит. Поэтому, не знаю, на самом деле, не обещаю сегодня ультра прям дрифт. Но тест именно танка в дрифте, да, это 100% конечно сегодня будет. Потому что мы уже его тестируем. Поехали снова без всяких резких поворотов. Попробуем. Может, тогда получится. К примеру. Там я вижу поворотик есть. Хорошо, зажимаю, значит, ручной тормоз. Опа. Ну, примерно как-то так вот, да. Можно, думаю, ехать. Даже на ручнике можно ехать. Потому что... Ну, нам же дрифт нужен все-таки занос хоть какой-то. Тормоза у этого танка так какового нету вообще. Я уже рассказывал в прошлом ролике о танке. Когда с ним ролик был. Сейчас, возможно, у вас подсказка появится сверху. У этого танка вообще прям проблема. Колоссальная, можно сказать. Которая очень мешает ему управлять. Это то, что вообще задняя, типа, передача не включается. Можно сказать. И приходится просто останавливать двигатель полностью, чтобы сдать назад. Хорошо, попробуем снова. Не будем сдаваться. Все-таки, мне кажется, на нем можно подрифтить. Однако, это нужно прям учиться. Сегодня как раз-таки учимся на нем дрифтить. Скорее всего, что-то это получится. Давайте. Зажимаем ручник. Проверяем. Нет, что-то не получилось. Хорошо. Разгонимся тогда немножко. Увидите, его прям во все стороны виляет. И управлять им нереально прям сложно. Я прям даже не знаю, на самом деле, как им управлять. Не сдаемся, не отчаиваемся. Снова пробуем. Разгоняемся. Опять в занос ходит. Немножко. Все-таки, да, его прям очень сильно заносит. Блин, был бы тут прям адекватный тормоз, то скорее всего бы да. Был бы прям легко дрифтить. Однако, тормоза тут вообще, ну можно сказать, нету. Ладно, давайте так даже скажем. Он тут европлохой. Только с ручника дрифт получается. Хорошо, давайте на такую территорию выйдем. Ну а что? Ну снег же. Охренеть просто. Вот это дрифт. Вау. Ну давайте тогда в круговую попробуем. Я прям вообще уже, на самом деле, не знаю, потому что что делать. Отсюда даже и не выйти с ним. Нет, ну да капец, на самом деле. Хорошо. Поднимайся. На. Адзи. Давайте налево сейчас попробуем снова с ручника зайти. И не зашли. Окей. Давайте тогда попробуем круговой дрифт. Прямо на нем. Это получается как нужно делать? Ну примерно вот так вот как-то и газовать, и тормозить. Хотя тут тормоза-то нету, е-мое. Ну да. Хотя бы хоть что-то сегодня, да, и получается. Так что, кто хотел дрифтить хоть раз на танке, я думаю, вам нужно либо не такой мод искать, без тормоза типа, да, а нормальный, который прям функционирует полностью. А то без тормоза-то такое себе на самом деле. Ладно, да, он занос входит, но каким образом он в него входит, что управлять прям вообще невозможно. Танк, конечно, не для дрифта создан абсолютно, но я не знаю, это как-то, наверное, по-другому должно быть. Потому что без тормоза ультра сложно дрифтить на самом-то деле. Давайте тогда сейчас тут переспавним, попробуем снова. Завели. Поехали. Даже сейчас поворачивать никуда не буду, просто прямо разгонюсь, и в конце уже нажму на ручник. Вот, к примеру, тормоз, ручник, и погнали. Ну, я пробовал. В принципе, тут уже ширины дороги не хватило, можно сказать, а так бы получилось сейчас. Хорошо, давайте опять разгонимся, вот сюда вот встанем. Так, стоп-стоп-стоп, выпрямляйся. Вот когда не надо, он в зону сходит. Все, поехал, давай. Пока разгонится. Сейчас в конце, опять же, налево дрифтанем. Тут уже нажимаем на тормоз, нажимаем ручник. Ну, примерно вот таким вот образом дрифтить, да, получается. Однако это очень маленькая скорость. И не очень-то она, и в принципе, и веселая, да? Вот так вот получится. Ну, примерно. И то это не дрифт, это какой-то просто управляемый занос. Хотя дрифт это и есть управляемый занос. Что-то я какую-то хрень получать сказал. Окей, тут тоже ручник нажмем. Ну, только так, наверное, да. Все-таки. И в столбы постоянно, но это ладно, это по дефолту. Ему, в принципе, пофиг на повреждения. Вы видите, он не останавливается. Я нажимаю, W, и все, ничего не происходит вообще. А если нажать поворот, он чуть-чуть затормозит. Это, конечно, спасает всю ситуацию. Хорошо, давайте тогда, как-нибудь сюда, выйдем. И тоже попробуем прямо на... Ну, давайте на снег, что ли. Там, конечно, сугробы вроде бы. Хорошо. Вот территория типа. Оп, оп. Занос. Типа, да? Во! Сейчас, 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 подождите. Он понял. Нет, не понял, нифига, все-таки. Вот, вот это занос сейчас был немного. Маленький, конечно. Такой, кротенький. Вот это тоже занос. А этот дом. Обалдеть. Бабаху. Эй, на хом же стрелял. Чуть не стреляет теперь. Перед нами довольно удобная сейчас позиция на дороге. Потому что удобные повороты. Спасил для нас это, конечно, это неизвестно. Нажимаю ручник, поворачиваю. И опять ничего. Не, ну, серьезно, чуваки. Ну, танк 100% не для дрифта создан. Я симпень. Конечно, слава богу, что это игра, а не реалка. Потому что, реально, жизнь, скорее всего, в разы сложнее там. Хотя, прям, знает на самом деле. Перепортируем сюда. Опять заводим. Он еще капец долго заводится. Я просто в шоке. Нужно просто держать, ну, сколько на секунд. Ну, примерно 10, да? Да, сейчас жесть. Вон, поворот налево. Ручник зажимаем и поворачиваем. Жот по типу такого может получаться не более, а вообще абсолютно прям. Так что, нет. Но мы сегодня постараемся все-таки, постараемся. Об этом и ролик. Что мы тестируем, как дрифтит танк. Мы сегодня не то, что профессионально в дрифте. Мы просто проверяем вообще работоспособность. Блин, дрифты на танке. Во, во. Вот так вот. Вот ибо не хрен. Вот это, кстати, хорошая территория на самом деле. Прям идеально, я бы сказал. Зажимаем немножко. И вот так вот примерно. Вот это уже нормально. Нас забор съел. Да ибо не хрен. Самая короче всего крутая территория, видимо, это вот эта вот. Потому что на ней более-менее получается хоть что-то ей делать. Ой-ой. Так, ладно. Не обращаем внимания. Хотя нет. Давайте тогда в круговую попробуем. Зажимаю сразу же ручник. Оп. Ну да, реально в круговую. Достаточно легко на нем. Однако нужно рассчитывать. Вот он сам даже иногда вперед едет. Я даже им не управляю. А на поворот он откликается спустя секунды-две будто бы. Вот смотрите. Раз, два. Сейчас нажал. Раз, два. Да не, ни хрена. Подобного. Все, ладно. Тогда поехали опять снова вперед. Стой, стой. Куда? Да, ёкарный ты бабай. Чё ты, куда ты сам управляешься? Господи, и сам едет еще. Я в ахере на самом деле. Не очень-то я сегодня доволен на самом деле этим танком. Можно сказать, сегодня он меня немного подбешивает. Ладно, но мы его сегодня прощаем. Хорошо. Все-таки последний день зимы. Это я просто выложил 29 февраля. Опа. Обалдеть. Оба, ибо не хрен. Еще что сделаешь? Давай. Зажимаем ручник. Вот, вот на таких вот территориях, да, он может лететь вообще без проблем. На дорогах он не может абсолютно. Он ничего там не сможет сделать. Максимум вот так вот может подлететь. И в дом, да? Да, хорош ты вообще сегодня. Ну, ты прям вообще сегодня тащишься, я могу так сказать. Еще не стреляет. На хом нажимай, ни хрена. Охренеть. Вот это ты выдал. Перед нами снова прямая. Господи, и что она, конечно, нам даст? Две секунды откликивания на поворот. Плюс нет тормоза. Да и что-то странновато на самом деле. Он как-то управляется. Офигеть. Ты просто сам решил туда поехать. Серьезно. Да, дрифт сегодня, конечно. Вау. Снова разгоняем. Сразу видим похожую картинку, которая была. Ручник. Нет тормоза. Нет адекватного поворота. И, как всегда, просто в мусорку улетел. Левый поворот. Хорошо. Плюс-минус зашли. Ок. Еще раз. Левый поворот. Давайте попробуем. Я уже на очень маленькой скорости еду. Я просто, ну не могу, и она огромная. Вообще не поворачивает, потому что это ужас какой-то на самом деле. Это он так себя только на скользкой дороге ведет? Или прям реально на, типа, адекватной, без льда? Без покрытия такого. Ёкарный бабай. Снова едем. Ехать. Правый поворот. Ёу. Это было круто, бро. Да. Как сегодня вообще эпичных моментов именно в дрифте? Четыре? И то не эпичных, а просто как бы зашли в поворот и все. Вот максимум, где я могу управлять его в дрифте, это на скорости 10-20 км в час. Все, больше это там вообще. К тому же, давайте войдем вот в этот. Оп-оп-оп. Немножко дрифтанул. Как бы подпукивал, да? И все, и пошел. Давайте в правый зайдем. Ручник. Оп. Опа, вот это, вот это занос, конечно, имба. Стой, да, господи, да я аж тормоз нажимаю. Стой. Куда ты, блин? Че ты как бухой? Фигеть, ну реально. Наоборот, он откликается спустя 2 секунды. Это вообще жесть, конечно. Хорошо. Поехали снова. Сейчас опять налево повернем. Стой, стой, стой. Хорош, хорош, туда-сюда. Ручник. И газку. Да, хорош, дерево подцепил вообще. Ну ты просто легендарен сегодня, я тебе так скажу. Конечно, дролик запомнится, скорее всего, да? Я его хотел, в принципе, сделать запоминающимся. Потому что, ну этот танк сегодня мне всем нервы сейчас потребляет, отвечаю. Сейчас направо попробуем повернуть. Чего, где-то там застрел. Хорошо. Отлично. Ты просто легенда. Давайте просто попробуем разогнаться вообще. Вот ультра прям дохрена, ну не труху под врубом. И все, просто будем сегодня димашируем. Урачивай, давай, с ручника. Опа. Вот это ни хера себе. Вот я так и знал, что вот так сейчас будет. Вот просто ультанул. Вот под конец. Вот потому что, вот и бы не хрен. Я не знаю, получился ли этот ролик короткий. Потому что я вот сегодня что-то, ну времени на самом деле не хватает. В общем, друзья, если ролик по коротке получился, то я вообще дико извиняюсь. Короче, если вам понравился ролик, то поставьте, пожалуйста, ему лайк. Мне лично бы такой ролик, конечно, не понравился. Что-то потому что я сегодня как-то вообще, ну не мог на нем дрифтить. Потому что, ну я бы сказал, вообще невозможно. Вот отвечаю. Я нажимал на ручник. Я по правилам дрифтил, блин, на малой скорости, на управляемой, на вообще, на балансной, можно сказать, да. Не слишком прям резко поворачивал. Старался адекватно оценивать ситуацию. Однако там КТ, походу, 2 секунды на поворот. Потому что я нажимаю, и отклик только спустя 2 секунды идет. Спасибо огромное Вилмуру за идею с дрифт на танке. Предлагайте свои также идеи для BMG Drive. Если мне понравится, то вы попадете в ролик, и я это сниму. Предлагайте также свои автомобили. С вами был я, Херозен. Всем удачи. Всем до скорых встреч.